Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Ranger Rover Sport 2014 года выпуска. Двигатель 3 литра, турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 65 тысяч километров. Заменю на нем задние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю задние колеса. Поднял автомобиль, снял колеса. Хотел подключить СДД, мне установили программу. Но я ее ни разу еще не пробовал. А сейчас попробовал первый раз запустить, а она требует обновления. Вон, на бок стоит СДДшкой. И не хочет она меня пускать. Поэтому я заменю колодки со снятием моторчика. Здесь система не такая, как на Discovery, как на старом Sport. Здесь моторчики стоят на суппорте. Снимаю датчик. Здесь датчик еще не срезало. Колодку не совсем подносило. Я сейчас попробую его целым снять. Не знаю, получится ли он. Не получится ли он. Обычно он высыхает. Отлично, получилось. Датчик целый снял. Пружинка только в колодке осталась. Ладно. Значит, его на место и поставлю. Перекидывать не буду. Беру, снимаю разъем с мотора, нажимаю фиксатор и сдвигаю. Какой-то камень здесь. Откручиваю мотор. Два болта Torx T30. Сейчас камеру переставлю. Вот один болт. И вот здесь вот второй болт. Напротив. Всего двумя болтами крепится. Torx T30. Оно, вкрым. КОНЕЦ Все, второй болт открутил, вот он Снимаю моторчик Все, если посмотреть, диск тормозной крутится Вот он, сам вал Там звездочка, но можно покрутить без большого усилия, просто покрутить тораксом Т-45 Вот он встает И вот крутим по часовой стрелке, мы его ослабляем до упора До упора дошло, я его не зажал, я его наоборот ослабил Откручиваю два болта Головка на 13, то есть ключ на 13 и ключ на 17 направляющего держать КОНЕЦ Все, болты открутил, снимаю суппорт Закину зону вверх Пружинка датчика целая снял КОНЕЦ 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 И вторую Снимаю пружинки Направляющие ходят, но я их сниму и заменю смазку Камеру переставлю Здесь почищу и продую Скобу можно открутить и полностью прочистить Но здесь она без окислений, просто грязь Грязь собью и продую Убираю старую смазку И так же достаю смазку изнутри КОНЕЦ Внутри смазки мало Снял пыльник, протер Здесь направляющую протер Беру ТРВ ПФГ-110 Немножко демпфер смазываю Нижняя получается с демпфером Левняя, наверное, без демпфера Или обе с демпфером Посмотрим Сюда горошину Под пыльник Добавляю и Так Горошина Это много Все Тут пыльник Тоже попало И так же Верхняя Тоже ее протираю Немножко с этой стороны Смазываю И одеваю Пыльник Нормально Здесь тоже Вычищаю Добавляю смазки Действительно Нижняя с демпфером Верхняя без демпфера Направляющая И вставляю палец на место Здесь тоже Смазки Много На пубене Так Все Перепроверили Чтобы пыльники С обоих сторон Были одеты И не соскакивали Беру Новые колодки Новые колодки Оригинальные ЛР 065 492 Толстая инструкция Пластины Пластины Новые Сразу их установила Внутренние И наружные Колодки Разные Как и старые В оригинале Лежат ТРВ Это идет Внутренняя колодка Устанавливаю Это наружная Колодка А вот теперь Сдавливаем Порше Это капроновая Щетка Не по металлу Тоже посоветовали Приобрел Очень удобно Резину А так Протирать Поддеваю Пыльник Маленько Добавляю Туда Смазки Подпыльник И все А теперь Вкручиваю Порше Такая Струбцина Такая Здесь Не знаю Какая Резьба Левая Или Правая Сейчас Проверю Резьба Судя по всему Нормальная 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 Резьба И потихонечку Не спеша Вкручиваю Порше Вкручиваю 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 Чтобы пыльник Чтобы пыльник Не порвать Видно поршень Садится На место Поршень Сидит на месте Пыльник Вровень А вот Теперь Устанавливаю Суппорт На место И вкручиваю Новые Болты В комплекте Идет Четыре болта Четыре Пластинки Четыре Колодки Все Сейчас Переставляю Камеру И устанавливаю Моторчик Но перед этим Я сначала Шток Прижму Немножко И на один Оборот Откручу Назад Устанавливаю Двигатель Кручу Против часовой Стрелки Так выходит Поршень Если вот даже Взять его Вот так вот Немножко Усилия Создать Все Совсем Чуть Чуть А тормозной Диск Уже Не крутится Но мне Усилия Создавать Не надо Поэтому я Возвращаю Назад Делаю От руки И Поворачиваю Еще Один Оборот Вот так Тормозной Диск Крутится Немножко Соединения Добавлю Смазки Спичечную Головку ТРВ Вот именно Шлицевую Зубчатое Соединение Вот такая Шестерня Она и Крутит Устанавливаю Мотор На место Капаю На болты По капельке Герметика Резьбового Совсем Чуть Чуть Герметика Добавил Наживляю И Прикручиваю Оба Эти Болта Резьбового Добавил Добавил устанавливаю на место датчик. Пружинку на датчик устанавливаю. И защелкиваю в колодку. Все, датчик сидит на месте. Перепроверяем. Так точно сидит на месте и не выскакивает. Одеваю разъем. Манопротеком брызну разъемчик и защелкиваю. В моем случае датчик остался целый, поэтому я его не менял. А так, если его заменить, вот он идет, 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 вот идет проводка и вот он разъем датчика. Здесь мы его, если надо, и соединяем новый. Датчик стоит только с правой стороны, с левой стороны датчика нет. Поэтому менять его там тоже не нужно будет. Аналогичным образом меняю колодки с той стороны, с левой, со второй. И точно так же подкручиваю от руки и делаю один оборот назад. Именно один оборот. Все, колесо не зажато. Опускаю автомобиль, нажимаю на педаль тормоза 2-3 раза. Хотя у меня уже, я поршень подогнал, так же и подгоню там. И потом уже проверю ручной тормоз, как он будет работать. Меняю вторую сторону. Со второй стороны я тоже колодки заменил. Точно так же снял моторчик. Все повернул. Установил. И на место прикрутил. Смазку в направляющих заменил. И... Диск тормозной крутится. Сейчас опускаю автомобиль, ставлю колеса и пробую ручник. Так, хорошо установил. Крутится. Сейчас запускаю двигатель. Все, хорошо слышно было, как ручник затянулся. А вот теперь колесо не сдвинуть, не повернуть. Опускаю ручник. И колеса свободно крутятся. На этом все. Замену колодок задней оси я закончил. И сделать это можно без СДД. Хотя с СДД гораздо быстрее. Не надо снимать моторчик. Но многие себе этого позволить не могут. А заменить могут колодки сами. Всего вам доброго.